Здравствуйте! В эфире «Территория закона» в студии Елены Барканы в ближайшие 10 минут о самых громких событиях минувшей недели. Машина пропавшего новгородского учителя информатики Андрея Ларченко найдена в лесах Ленинградской области. Нужно лечить. У новгородца, порезавшего прошлой весной четверых человек, обнаружили психическое заболевание. Всегда приходят на помощь первыми. В Великом Новгороде отметили 368-ю годовщину пожарной охраны. Правоохранители обнаружили автомобиль пропавшего учителя информатики Андрея Ларченко. Напомним, 6 марта он уехал из гимназии номер 2 на своей машине и бесследно исчез. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 убийства, возбуждено уголовное дело. Машину пропавшего Андрея Ларченко обнаружили накануне вечером в лесном массиве недалеко от города Кировск, Ленинградской области, со следами термического воздействия. И сегодня утром сотрудники следкома сообщили, что обнаружены и останки погибшего Ларченко. На место обнаружения автомобиля незамедлительно выехали следователи, следователи-криминалисты аппарата следственного управления и сотрудники полиции. В ходе осмотра места происшествия следователями следственного комитета в сгоревшей машине обнаружены останки мужчины, предположительно владельца машины Андрея Ларченко. Новгородец, прошлой весной зарезавший парня рядом с детской площадкой, нуждается в принудительном психиатрическом лечении. К такому выводу пришли следователи, изучив все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела завершено. Преступление произошло в ночь с 23 на 24 мая 2016 года. 33-летний новгородец проходил с девушкой мимо компании молодых людей. Завязалась словесная перепалка. Подозреваемый нанес ножевые ранения четырем мужчинам. Когда ему нанесли удар в шею, он еще несколько метров прошел, только потом упало ребята, они в метрах 10-20 с этим мужчиной дрались. И потом увидели, то есть с окна кто-то крикнул, что типа ваш друг уже упал. То есть они сорвались и подбежали к нему, он уже все, на руках, то есть умер у моего товарища. Второго участника конфликта в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, проведенной в ходе предварительного расследования, подследственный страдает хроническим психическим расстройством. И в момент совершения преступления он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Выявленное у подозреваемого психическое расстройство, опасное и для него самого, и для окружающих. Новгородец нуждается в принудительном лечении, убеждены следователи. Последнее слово за судом. Уголовное дело направлено для рассмотрения. Не обошлись без поножовщины и в минувшие выходные. В одном из общежитий в областном центре совместное распитие спиртных напитков влюбленной пары завершилось убийством. Преступление произошло в одном из общежитий, расположенных на улице Саши Устинова. Потерпевшие его сожительницы отмечали выходные горячительными напитками и в ходе ссоры женщина взялась за нож. И нанесла потерпевшему удары в область сердца, в результате которых наступила смерть последнего. В настоящее время следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 43-летний мужчина скончался в больнице. Его гражданская жена была задержана. В настоящее время женщине предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. На прошлой неделе в Кресецком районе Датлас сгорел школьный автобус. По информации спасателей, пострадавших в результате ЧП, к счастью, нет. Техническое состояние и правила перевозки детей все чаще вызывают нарекания у надзорных органов. Только в результате последней проверки городской прокуратуры 24 должностных лица наказаны за нарушение закона при организованной перевозке детей. Вместе со специалистами госавтонадзора сотрудники прокуратуры проверили все образовательные учреждения города. Выяснилось, что не каждая должным образом относится к исполнению федерального закона по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Автобус, используемый Домом народного творчества, на момент проверки эксплуатировался с наличием технических неисправностей. В частности, отсутствовал тахограф, обязательные таблички «Дети» и ремни безопасности. Водители автобусов не проходили ежедневные обязательные медицинские осмотры. Изучением документации установлен факт отсутствия полного пакета документов на каждую организованную перевозку несовершеннолетних. Несмотря на это, учреждение ежегодно заключает договоры с 35 городскими образовательными организациями на оказание услуг по организации проведения экскурсий и мастер-классов на выставках и в ремесленных мастерских. По материалам прокурорской проверки руководитель Дома творчества оштрафован на 30 тысяч рублей. По факту ненадлежащего контроля внесено представление и мэру областного центра. О витаславлицах на минувшей неделе сразу несколько силовых ведомств собрались для проведения учений. По легенде, в одном из зданий Музея деревянного зодчества террористы удерживали 10 заложников. Прошу не стрелять! Дайте знать, что вы слышите меня! Прикройте дверь или окно в той части здания, где вы находитесь! По легенде учений, во время экскурсии на территорию музея ворвалась группа вооруженных лиц. Заложники оказались заблокированы в усадьбе графини Орловской-Чусменской. Преступники выдвинули ряд неприемлемых политических требований, а в случае отказа их выполнить грозились убить 10 человек. На месте условного ЧП работали спецподразделения ФСБ, полиции, ФСУ, МЧС и Росгвардии. Руки на сиденье! Руки на торпеду! На торпеду! Руки на... Руаните руки на руль! Быстро! Патроль! 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 Руки! Руки вложим! Патроль! Патроль! В результате проведенных мероприятий преступники были обезврежены, заложники освобождены. Также в ходе учения ликвидировано самодельное взрывное устройство. Руки! В Парфенском районе тем временем 23 работникам выплачена задолженность по заработной плате. Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности компании «Северный лес». Установлено, что компания задолжала сотрудникам, которые занимаются распиловкой и строганием древесины, порядка 160 тысяч рублей. С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура района направила мировому судье 23 исковых заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Решением судьи требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время задолженность перед работниками организации погашена в полном объеме. Кроме того, прокуратурой района в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении. А в Пестовском районе с помощью сотрудников прокуратуры заработанные деньги вернули 13 работников ТК «Борей». В 8 месяцев им выплачивали заработную плату не полностью. В итоге накопился долг в 80 тысяч рублей, который сейчас погашен в полном объеме. В том же Парфенском районе сотрудников прокуратуры привлекла и еще одна тема – исполнение требований санитарного законодательства в исправительных учреждениях. Нарушения в этой области тоже нередкие. Только за прошлый год зафиксировано свыше 180. В ходе проверки выявлены антисанитарные условия проживания жилых помещений, в которых постоянно находятся осужденные. Также при обходе банопрачечного комбината установлено отсутствие минимальных материально-бытовых требований, а именно помещений для хранения чистого белья, контейнеров для складирования использованных белья, а также графика в текущей генеральной уборке помещений. По указанным фактам, 25 апреля 2017 года начальнику сутку УИК-9, кого не строгий режим в поселок Парфене, внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительных законодательств, в том числе привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Они всегда приходят на помощь первыми. В минувшую пятницу в Великом Новгороде отметили 368-ю годовщину пожарной охраны. Евгению Рогалёву не раз приходилось применять свои знания на практике. В МЧС он уже 10 лет. Прошёл путь от курсанта до начальника Крестецкой пожарно-спасательной части. Несмотря на должность, до сих пор на борьбу с огнём выходит вместе со своей командой. Совсем буквально недавно тушили комплекс надворных постройок. Представляешь, это были двухэтажные сараи. Так же большая площадь, большая загруженность. Поэтому благодаря своевременному сообщению от граждан быстро удалось его ликвидировать. В ходе этих показательных выступлений пожарные тушат охваченный огнём автомобиль. В считанные минуты извлекают из машины и пострадавшего в результате условного ДТП. Снаженная командная работа здесь – залог человеческой жизни и здоровья. Не одно столетие сотрудники пожарной охраны стоят на страже безопасности людей. Никогда пожарная охрана не прекращала свою работу. Даже в самые трудные времена Российской империи, Советского Союза и переходный период нынешней истории. После показательных выступлений заслуженные награды лучшим огнеборцам вручают глава региона и председатель регионального парламента Елена Писарева. Также поздравить пожарных поспешили и руководители города. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Обращаем ваше внимание, что наши выпуски доступны на сайте Новгородского областного телевидения и в группе ВКонтакте, где вы также можете задать интересующие вас в правовом поле вопросы. Вы были на территории закона. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова